Дорогие мои, здравствуйте! Вы на канале Блондинка Жарит и сегодня я буду готовить блюдо по рецепту замечательного классного певца Шуры. Погнали! Мне понадобится курочка, у меня охлажденная тушка цыпленка бройлера, яблочки, как сказал Александр Медведев, Шура, что нужно яблочки брать сочные. Вот, я думаю, что очень классные, сочные. Проверим. Понадобится чесночок, ну и специи. Тушку я уже положила, теперь буду вот эти яблочки разрезать. Яблочки я почистила, теперь буду начинять нашу курочку. Хочу сказать, что в оригинальном рецепте Шуры не нужно было яблоки чистить, но у меня яблочки покупные, недомашние, потому что они чем-то обработанные, я предпочитаю почистить. Также нам нужен чесночок, прям вот в шкурочке, я его разрежу пополам. И нам нужна вот эта часть, которая не разваливается. Также ее в курочку отправляем. Также мне еще одно яблочко понадобилось, я его подложу под лапки нашей курочки, как в оригинальном рецепте у Шуры. Добавляем специи. И нужно хорошенько промазать маслом. Ну и отправляем нашу курочку запекаться уже в разогретую духовой шкаф. Не забудьте яблочки натыкать вилочкой, чтобы они дали сок. И, как сказал Шура своей курочке, в добрый путь. Помашем крылышком. А я тем временем займусь картофельным пюре. Ставлю воду закипать и чищу картофель варить. Картошечку я почистила. И благополучно она у меня теперь отваривается. Курочка у нас еще пропекается. Но картошечка почти готова. Поэтому можно уже приступать к зеленому горошку. Зеленый горошек я вскрыла. И пока отложила, чтобы сделать наше пюре из картошечки. Погруженным блендером я не пользуюсь, как это делал наш замечательный Шура. Но я пользуюсь обычным измельчителем. У меня вот такой вот он достаточно классный. Теперь часть пюре я откладываю. А в остальную часть я добавляю горошка для цвета. Можно много не добавлять. Ну вот пол баночки буквально я добавила. И еще раз в блендере. Вот такое замечательное зелененькое пюре получается. Ну а вот это пюре я буду смешивать с паприкой. Вот таким образом. Прям ложечкой. Хочу сказать, что Александр правильно заметил, что в нашу современную картошку и добавлять-то ничего особо не надо. Ни яйца, ничего для связывания. Потому что она уже сама по себе такая, по консистенции густая. Шура использовал пекарский мешок. Но у меня его нет, поэтому я использую пакетики. И буду отрезать уголочек. И из пакетика можно вот таким образом выдавливать наш картофель. Вот я написала имя своего любимого певца. Для того, чтобы в честь признательности за такой классный рецепт и за творчество. Теперь это нужно запекать. Дорогие друзья, у меня все готово. Вот так вот подпеклась картошечка. Я ее аккуратненько смогла вытащить. И все хорошо не поломалось. Курочка идеально пропеклась. Запах просто классный. И буковки тоже пропеклись. Они подпеклись. Я аккуратненько выложила. Я их могла бы даже более аккуратнее выложить. Просто так у меня получилось. Кстати, можете делать даже буковки из картошки. Очень классно они держат форму. Дорогие мои друзья, но это еще не все. Наш замечательный артист вырезал розочки из помидорчиков. Погнали! Так, буду, буду стараться. У меня уже, вот не знаю, по поводу вот розочек, это делаю первый раз. Специальных приборов, специальных ножей у меня нет, к сожалению. Наверное, мое упущение в этом плане. Ну, посмотрим, смогу ли я сделать, получится ли у меня, не имея специальных приспособлений, сделать что-то подобное, что-то красивое. Ну-ка. Опа. Ну, смотрим. Ну что, в принципе, что сказать. Вот, правда, сок высыпается. Ну что, чем мне розочку? Друзья. И вот здесь вот где-нибудь украсим. Вторую розочку. Ну, розочка еще не самая страшная для меня. Здесь еще будет лепесточек. Лепесточек, как он называется? Короче, зеленушечка из огурчика. Да, да, да. Это передача «Твори еду» называется. Вот не помню, на каком канале, но ютюбе увидела. Очень интересно. Мне сразу стало. Думаю, что же приготовит нам Шура. А он нам приготовил очень вкусненькую курочку. Там есть еще другие передачи, серия передач. Мне запомнилось, как он готовил из арбуза акулу с глазками. Такая классненькая. В принципе, очень даже неплохо. Так, давайте я срежу. Ой, толстовато. Толстовато. Ну, толстовато-толстовато. А сейчас у меня получится. Вот так вот. Ну-ка. Я забыла, как там специальный ножичек. Но сейчас. Может, вот так? А можно я сделаю вот такой лепесточек? Чем он? Нормальная будет елочка, лепесточек. Просто без специального ножа. Хотя у кого руки такие изящные, можно и без ножа, наверное. Но я не мастер прям лепить что-то. Делать с такими маленькими штуками. Ну, что это? Ну, что это? Ну, положим так. Лепесточек вот сюда. Мне кажется, можно прям даже вот так вот взять. И прям вот такие палочки огуречные прям рядышком кинуть с нашей розочкой, лепестком. Если честно, я очень довольна. Я как только посмотрела передачу, сразу я захотела сготовить эту курицу, приготовить. Просто рецепт, мне кажется, идеальный. Яблоки, курица, еще украшения, всякие картошечку. Честно говоря, не делала никогда. Первый раз картофель с горошком смешиваю для зеленушки, для зеленого цвета. Первый раз с пабрикой смешиваю. И так вот розочки делаю. Ну, буковки, естественно, не знаю, может в детстве что-то там делала, ваяла. Вот, друзья, посмотрите, это блюдо просто на праздничный стол. Чем не на праздник? Ну, вот чем праздник. Запах восхитительный. Ну что, мои дорогие друзья, хочу заметить. И я уже замечала, что посмотрите, какая бумпушечка. Она прям картофельная, держит форму идеально. Классно. Даже буковки можно делать из такого. У меня вот получились даже буковки. Ммм, ну запах, ну просто восхитительный. Запах чесночка с курочкой. Ммм, горячее еще. Ну, я уже ем. Ммм, очень вкусно. Яблоко дало, да, действительно есть привкус, привкус кислинки яблочный. Ммм. Очень классный рецепт. Я вот не изготовила бы курицу. Наверное, у меня даже не было мысли готовить курицу. А тут посмотрела, думаю, надо приготовить. Как классно шуразу приготовил. Мне так понравился рецепт этой курицы. Ммм. Пыталась в точности сделать, как наш артист. Не знаю, удалось, не удалось. Даже не знаю, но по-моему получилось. Ммм. Я люблю курица. Куриное мясо, ммм, лайк. Ммм. Ну, я, мои друзья, люблю крылышки. Не знаю, почему они вот все-таки... Какие-то они жирненькие, что ли. Или какие-то они зажаристые. Почему-то у меня прям любовь возникает от крылышек. Ммм. Ммм. Ну, косточки побаляются. Ммм. Я обычно куриную грудку беру или ножки отдельно. Целиковую курицу давно не делала. Даже утенка целикового не стала делать на Новый год. Сделала просто грудку утенка. С медом. Ммм. Второе крылышко хочу. Ты где? Ты где второе крыло? Ну, так. И что, мои друзья, съем цветочек. Я выросла на песнях Шуры. Слушала, любила. Песенки мне очень нравились. Все вот эти вот... Ну, реально, кто в 90-е не слушал Шуры? Прям мега популярный певец. Ммм. Ммм. Ну, рецепт, конечно, классный. Я давно не пекла курицу, особенно с чесноком. Ммм. Сейчас достану. Сейчас достану яблочко и чесночок. А то я все к курицу... Ммм. Я проголодалась. Хотя, хоть поела. Недавно. Надо худеть. Друзья мои, ну вот, ну как худеть, когда вот... Еда. Осторожно, еда. Ммм. Ммм. Как это вкусно. Я хотела съесть картошечку. Ммм. Замечательно. Картофель приобрел вкус горошка и паприки. Реально прям вкус есть. А вот и наше яблочко. Яблочко. Яблоко пахнет мясом. Как это прикольно. Я его разрежу. Вот оно, какое печеное яблоко. Ммм. Ну что может быть вкуснее? Там еще чесночок где-то. А я пока съем корочку. Очень вредно. Очень много холестерина. Там всякой вредности. Но раз у меня такое блюдо сегодня, я себе позволю. Ммм. Еще. Ммм. Ммм. Ну люблю я кожу. А вы любите? Вы любите кожу? Я просто более питаюсь диетически, стараюсь из-за детей. Там диета, все, то, все. Ну детям полезно, надо им нельзя. Курицу дать корочку. Вот. А так для себя я бы бекон каждый день жарила. Курочку. Ну да, наверное для желудка это было бы вредно. Спасибо детям. Ммм. Жирно. Классно. Вкусно. Просто офигенский рецепт. Я так рада, что увидела этот рецепт. Ммм. В моем детстве в курицу брали. И там дырочки ножом делали. И по зубчику чеснока впихивали. Ммм. Тоже запах чеснока был вкусный. А здесь чесночок прям. Ммм. Ну так даже проще. Раз начинил, накидал. Ну туда все запихал. Ммм. Так даже лучший рецепт. Мне больше нравится. А картофель так вообще сделать в таком формате. Ммм. С горошком. Классно. Прям остановиться. Вот только поела, ребят. Вот только покушала, но остановиться не могла. Не могу. Это очень вкусно. Да, очень классно. Рецепт прям офигенский. Друзья мои, я недавно смотрела этот телевизор. Не смотрю, если честно. Я просто по интернету что-то вбиваю. Там на телевизоре смарт-тв. Ютуб или еще что-то. И тут я увидела Шурам. Поет песню Ирины Аллегровой. Как он это спел. Прям вообще офигел. Я офигела. Очень классно. Голос просто вообще восхитительный. Со своими нотками. Вот как-то вот он поет. Вот у него нотка голоса такая интересная. И он это спел. И он высокий, но ты все как божественно, интересно. Вообще классно. Радует слух. Друзья мои, очень классно. Еще хочу поискать, посмотреть. Я просто так в мире вот в этом не верчусь. Новостей. И всякого там вот, что по телеку показывают. Вот, но надо обязательно зайти посмотреть. Мне так заинтересовало. Ну что, мои дорогие друзья. Если вам нравится формат такого видео, то вы обязательно на меня подписывайтесь. Ставьте, мои дорогие друзья, мне лайки, пожалуйста. Пишите комментарии. Очень интересно читать. Очень люблю ваши комментарии. Вы, мои дорогие друзья. Прям каждый комментарий читаю. Желаю вам здоровья. И я с вами сегодня прощаюсь. Друзья мои, пока-пока-пока-пока-пока. Дорогие мои друзья, и в честь такого вкусного, замечательного обеда у меня я хочу провести новый денежный конкурс. И будет в рандомайзере результат через неделю. Так, ровно в среду получается следующую. Среди всех комментариев. Желаю всем вам удачи.